Керченская переправа и все три пункта пропуска на админграницы с Крымом работают в штатном режиме. На сегодня это все. С вами была Валерия Максимова. Крымчане имеют право знать. На этой неделе в Киеве проходит ежегодный музыкальный конкурс Евровидения 2017. Право проводить его для Украины добилась в прошлом году певица Джамала с песней 1944 о депортации крымско-татарского народа. Завтра пройдет второй полуфинал конкурса, а в субботу финальная часть Евровидения. В этом году конкурс сопровождали многочисленные скандалы. За несколько месяцев до проведения Евровидения уволилась часть команды организаторов, а служба безопасности Украины запретила въезд представительницы России Юлии Самойловой после выступления в аннексированном Крыму. Аркомитет Евровидения после этого грозит и России, и Украине штрафами из-за этого конфликта. Все это в свое время дало повод в том числе российским государственным СМИ, российским комментаторам злорадствовать по поводу проведения конкурса Украины, говорить о том, что ничего не удается, и скорее всего проведение конкурса в Украине сорвется. О том, как на самом деле проходит этот конкурс в этом году, сколько приехало туристов, окупится ли проведение Евровидения для украинского бюджета, поговорим сегодня в программе. Ну а для начала короткий репортаж о том, как прошел первый полуфинал. В Киеве 9 мая прошел первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение-2017». Открывал церемонию в Киевском международном выставочном центре украинский певец Дмитрий Монатик. Он исполнил на сцене англоязычную версию своего популярного хита «Кружит» – спиннинг. На открытии первого полуфинала выступила и украинская певица Джамала. Она исполнила две песни «За Манеллы» и «1944», с которой победила на прошлогоднем конкурсе в Швеции. Финал конкурса по итогам первого тура прошли 10 стран. Второй полуфинал пройдет в Киеве 11 мая. Финалистами «Евровидения-2017» автоматически стали Украина и крупнейшие страны-спонсоры конкурса – Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция. В финале за первое место будут бороться 26 участников. Россия выступать на «Евровидении» отказалась после того, как Служба безопасности Украины запретила въезд в страну представительницы России Юлии Самойловой и за выступление в аннексированном Крыму два года назад. А это аннексированный «Севастополь». Тут прошла своя версия «Евровидения». Российская певица Юлия Самойлова выступила 9 мая на концерте в честь Дня Победы в «Севастополе». Она исполнила песню, которую готовила для международного конкурса. Валерия Максимова для «Крым. Реалии». Итак, напомню, вы слушаете радио «Крым. Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. И мы говорим о том, как «Евровидение» проходит сейчас в Киеве, о том, насколько повлияло на этот конкурс снятие певицы Юлии Самойловой. И вот, прежде чем мы приступим к нашему разговору, предлагаю послушать российского музыкального критика Илья Лигостаева, который считает, что Оргкомитет Евровидения будет вынуждена штрафовать и Украину, и Россию из-за конфликта вокруг Юлии Самойловой. Конечно, Оргкомитет Евровидения хочет каким-то образом проявить и свою позицию, заявив о том, что, раз уж так все сложилось, то стороны, которые все это устроили, каким-то образом должны, не то чтобы принести свои извинения, если это уж вряд ли будет, но каким-то образом, наверное, тоже пострадать. Скорее всего, видимо, речь пойдет о каких-то штрафах. Итак, говорить о том, будет ли Оргкомитет Евровидения штрафовать и как Украину, так и Россию, пока что рано. Понятно, это будет только после собрания Оргкомитета, это будет уже летом. А пока что мы попытаемся поговорить о том, насколько туристы отреагировали на все эти политические и прочие организационные перепития, насколько они испугались, возможно, мифов, которые бытуют в Европе относительно войны, которая идет чуть ли не на всей территории Украины. С нами на связи крымчанин Андрей Яблочков, один из организаторов фудкорта в рамках мероприятия Евровидения. Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что связались с нами. И вот первый вопрос. Ваши личные ощущения, как много вообще туристов прибыло в Киев в связи с Евровидением? Вы, как организатор фудкорта, не чувствуете недостатка в людях, которые будут пользоваться вашими услугами? Ну, когда ты находишься на территории МВЦ или вокруг него, недостаток количества иностранных гостей не чувствуется, потому что они здесь везде. Вот я буквально пять минут назад закончил встречу в ближайшем кафе, и сто процентов посетителей говорили на разных языках. Поэтому мне объективно трудно это оценивать. Но вчера на съемках полуфинала можно с легкостью сказать, что 80% посетителей были чистые иностранцы. То есть иностранные туристы приехали. А вот скажите, вы крымчан не встречаете среди гостей Евровидения, среди тех, кто приехал посмотреть на... Крымско-татарским флагом или флагом Автономной Республики Крым я здесь не видел. Видел украинские флаги. Ага. Ну, может быть, кто-то из ваших знакомых таки приехал сюда? Именно из Крыма. Специально на Евровидении нет. Таких нет. Я понял. Андрей, скажите, пожалуйста, а вот в принципе, как вы оцениваете, я бы сказал, качество мероприятий, в том числе в сфере безопасности? Мне кажется, что все-таки в стороне, которая ведет пускай не объявленную, но все же войну, достаточно важно обеспечить безопасность проведения мероприятий. По вашему мнению, достаточно ли тщательны все эти меры и можно ли говорить о том, что туристы, которые находятся на Евровидении, чувствуют себя в безопасности? Я лично каждый день ни одно совещание провожу с начальником безопасности непосредственно не МВЦ, а Первого национального канала. И могу с легкостью сказать, что меры каждый день ужесточаются, каждый день происходит мониторинг их качества. И я сам на себе это чувствую, потому что каждый день мне приходится проходить не один кордон полиции, проверки. И безопасность очень четкая, она называется на уровне самолета. То есть на территорию запрещено пронесить даже ножницы. Когда я прохожу сорттехника, я обязательно должен ее включить. Если она не включена, я ее запечатаю. Ну, не могу включить, например, телефон сел, ты или не заходишь на территорию, или телефон оставляешь в конверте в зоне прохождения. Плюс, как организатор фудкорта, могу сказать, что учитывается не только безопасность с точки зрения каких-то физических или терактов, но и санитарных норм. Потому что каждый участник фудкорта, который здесь стоит, он прошел строгий контроль санитарного врача, который здесь есть всегда. Потому что требования к завозу продуктов очень жесткие, и никакой халтуры тут не пройдет, как на каких-то других фестивалях еды. Поэтому здесь все очень строго, и первые два дня, когда я сюда только вступил, два дня я только ознакомился, что, как, куда нужно делать, чтобы это все учесть при запуске. Андрей, вот скажите, сейчас уже не как организатору, как скорее невольному или вольному зрителю, который наблюдает за происходящим. По вашему мнению, удался ли конкурс? То есть, вот много российских комментаторов, не только российских, в Европе, многие боялись, что Украина не в состоянии организовать Евровидение. Все же война, страна не очень богатая, коррупция, скандалы с частью организаторов. По вашему мнению, удалось? По-моему, удалось, потому что есть настроение, есть замечательный зал, есть просто суперзвук, который поражает картинка, визуальный ряд. И, ну, скажу так, Украина отчасти относится к тому, что происходит в зале, потому что в зале абсолютно вся работа, видеомонтаж, операторская работа, это все иностранные гости, которые приглашены непосредственно организаторами Евровидения. А Украина – это безопасность, это трансфер, это, ну, всевозможные вопросы государственные. Так что здесь нельзя сказать, что, ну, наше государство отвечало за то, что будет непосредственно в зале. Ну, ведущие, наверное, только украинские. Так что, я думаю, что все удалось. И мы живем в нормальном государстве, и я считаю, что у нас достаточно денег, чтобы делать мероприятие еще сильнее, чем в Евровидении. Просто должна быть желание, воля. А коррупция, да, она есть, и ее не искоренить, потому что даже самый мелкий пожарник, который здесь ходит проверять, видно в глазах написано, что он ждет, что ему что-то предложат, потому что, ну, система таких воспитывала. Что ж, Андрей, спасибо вам огромнейшее. Будем надеяться, что коррупция рано или поздно вместе с Евровидением и европейскими ценностями таки будет искореняться. Но поговорим о впечатлении уже зрителей. С нами на связи Владимир Мула, украинский журналист, руководитель проекта «Телепростер». Вот мне коллеги сообщили, что он один из тех немногих, наверное, украинцев, которые посетили далеко не один конкурс Евровидения, и, в принципе, могут объективно сравнивать уровень организации. Владимир, добрый вечер. Доброго вечера вам, так. Спасибо, что связались с нами. Вот не соврали мне коллеги, что вы много уже посетили, увидели ни одно Евровидение, ни один конкурс в разных европейских государствах, и, соответственно, можете оценивать уровень проведения украинского Евровидения не просто отдельно, как бы, вот, как некий факт, а вот в сравнении с другими вариантами. Так, это правда. Я высветлю ее в Европе и працюю на Европе с 2011 года. Так что картинка перед очами меняется часто, и то, что происходит в Украине, я могу так оценить не просто, как рядовый глядач. Это правда. Владимир, насколько я знаю, у нас есть только пару минут, поэтому буду предельно краток. Вот, по вашему мнению, соответствует украинское Евровидение европейским стандартам? Ну, честно говоря, если смотреться по картинке, так и по организации самого снимания телевизионного процесса, то это абсолютно высокий уровень. Тут проблем я не вижу. Тобто, все люди, которые там, чи были вчера в зале, чи смотрели первый эпифинал по телебачению, как бы ничего дивного, чи ничего неведомого в контексте Евробачения, они не побачили. Тобто, конкурс в Украине по цим самим телевизионным меркам проводится на очень высоком уровне, и этого проблем нет. Я бы все-таки акцентовал увагу саме на організаційно-логистичной частине, яка, на мой взгляд, не до конца продумана в силу тих чи інших обставин, починаючи від того, що спускаючись в метро, ти не бачиш жодного вказівника, як дістатися до арени конкурсу, і закінчуючи тим, що цих вказівників нема, і безпосередньо перед самим МВЦ. Тому що я на твои очи бачив, коли іноземні гості почали з'їжджатися до Києва не тепер, не за кілька днів до півфіналу, а тиждень тому, і я бачив їхні емоції і розгубленість, коли там, умомикаючи станціям метро Лівобережна, до кінця не була приведена в божий вигляд, чи те, що взагалі не зрозуміло було, куди йти і забирати свої акредитації. Тобто, саме питання логістичного характеру, вони присутні. З іншої сторони, європейцям подобаються українські ціни, і вони не сильно заморочуються над тим, що, умовно кажучи, на українському Євробаченні, в прес-центрі, там немає безкоштовного чая чи безкоштовної кави, хоча це, в принципі, дивно, тому що на кожному конкурсі організатори забезпечують такий мінімальний базовий набір для акредитованої преси, і я вважаю, що це нормальне. Цього року в Києві такого немає. Володимир, скажіть, будь логістичних моментів, точніше, вопреки логістичних моментів, можна говорити, що іностранні туристи такі приїхали в Київ? Говорили, що вони побояться цього. Ваше личне впечатлення, багато ли тут туристів з інших європейських країн, і багато ли їх в сравненні з іншими європейськими конкурсами? Тобто, багато ли менше і дійсно ли їх менше? Це, звичайно, можна пояснити деяким острахом, що люди банально там бояться їхати на конкурс в Україну. Я спілкувався з багатьма людьми, такий, якби, негативний фідбек, він спостерігався. Плюс багато людей, саме фанатів Євробачення, не змогли в силу різних причин купити квитка, тому що, коли відкривалася саме перша хвиля квитків на Євробачення, сайт був український, якби, і не встигли переключити англійську версію перекласти все, і там щось не спрацювало. І, відповідно, також дуже багато людей з різних країн, з офіційних фан-клубів також не могли б придбати цього квитка. І, тому що я спостерігаю, багато або українців ходять на конкурс, або українських заробітчан. І навіть я сьогодні спілкувався з концертю Юей, це офіційний партнер Євробачення, контора, яка фактично продає ці квитки. Вони кажуть, що по системі вони бачать дуже багато українських прізвищ іноземців, які приїжджають на Євробачення, і вони констатують той факт, що багато українських діаспорян приїхали на конкурс і також присутні в бідні в Києві. Что ж, благодарю вас за коментарий, Владимир. Напомню, з нами на связі був український журналіст і руководитель проекта «Телепростер» Владимир Мула. Ми говорили о том, какови його впечатлення від української організації, в частності в связі з тем, що Владимир видел Євровидення в різних країнах з 2011 року. Оказывається, що все-таки достаточно неплохо подготовились українські організації, є нарекання відносительно логистичних моментів, але іностранні туристи, по крайній мере, в достаточно большому количестві такі приїхали в Київ. Що, наверное, приємно для організаторів. Ми попытаємося зв'язатися з самими організаторами, услышати їх мнение относительно того, наскільки по їх мнению удалось. Организация конкурса с нами на связі, по идеї, должен быть Павел Шелько, спикер конкурса «Евровидення-2017». Ми продолжаємо пытаться с ним связатися. Надеємся, що Павел все ж возьмет трубку. Покажу, напомню, що ви слушаєте радио Кримреали, у микрофону з вами Александр Голубов. Якщо ви хочете щось сказати по поводу Євровидення, якщо ви возмущені недопуском Юлії Самойлової на цей конкурс, чи наоборот, хочете підтримувати рішення українських властей, якщо ви считаєте, що український віщатель должен бути за це наказан, чи російський віщатель должен бути наказан за таке поведення, також звонити нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, повторюсь, 8 800 10 06 926. Також можете комментировать наш ефір на Ютубе, на нашому сайте Кримреали. Поэтому присоединяйтесь к нам всеми доступными способами. Услышимся буквально через несколько секунд. Крымчане говорят. Да не всегда интересно слушать, как вы друг друга убеждаете, что в Крыму все плохо. Слушайте, вот по выборам присутствовало не более 35% не было активности, ничего, что чего. Меня зовут Виктория, я из Севастополя. Хочу пожелать вам всего хорошего. Самое патриотичное радио Крыма. Двух света в нашим мордой. Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать. Ну а пока мы пытаемся связаться с организаторами, я предлагаю поговорить о крымском факторе в этом Евровидении. Все-таки нельзя отрицать того простого факта, что именно Крым стал причиной того, что Украина получила этот конкурс в этом году. Именно благодаря песне Джамалы, именно благодаря этому эпосу фактически, о годовщине депортации крымских татар, Украина сейчас проводит этот конкурс. Ну и Крым же сыграл с Украины злую шутку. Россия представила, предложила для участия в конкурсе певицу, которая выступала ранее в Крыму. В результате чего она была не допущена к участию в конкурсе. И сейчас мы имеем достаточно серьезный скандал. Я думаю, что все наши слушатели знают, с чем это связано. Организаторы обещают оштрафовать, или, по крайней мере, подумать о том, чтобы оштрафовать обе стороны этого конфликта. И давайте послушаем те комментарии, которые представители и Украины, и Европейского обещательного союза оставили в связи с этой ситуацией. Вот интервью с Данью Коммерсант, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, сказал, что правило, согласно которому, если страна не транслирует Евровидение, то не участвует в конкурсе на следующий год, его канала не касается. Ну, в принципе, вполне такая себе российская логика. Так как правила конкурса были нарушены не по вине российского обещателя. Однако председатель аркомитета Евровидения Франк Дитер Фрайлинг заявлял, что представители Первого канала еще также не принимали участие в неких обязательных заседаниях. И это также может повлечь за собой штраф, а то и отстранение от Евровидения сроком до трех лет. А вот Киев с точки зрения функционера Европейского обещательного союза также может быть наказан за то, что нарушил правила конкурса, не допустив российскую певицу к участию. Украина, цитирую, действовала согласно своему законодательству, однако с точки зрения Европейского обещательного союза это все равно нарушение устава. Об этом СМИ сказал Франк Дитер Фрайлинг. И, собственно, официальное решение по этому вопросу, как я уже говорил, будет оглашено летом, 12 июня, после встречи аркомитета Евровидения. Так что пока что этот вопрос остается открытым. А пока же я предлагаю послушать мнение российского культуролога Андрея Архангельского о том, почему, собственно, между Россией и Украиной разгорается спор и по такому достаточно, ну, как мне кажется, с политической точки зрения, неважному вопросу, как песенный конкурс, даже здесь, скажем так, какое-то сохранить лицо России, например, и Украине с точки зрения европейцев, например, не получается. По мнению российского культуролога Андрея Архангельского, нездоровый интерес российского общества к Евровидению можно объяснить с точки зрения психологии. Когда близкие люди расстаются, я так понимаю, что речь идет именно о Евровидении в Украине, когда близкие люди расстаются, цитирую я Архангельского, один из них может начать маниакально следить за другим, отвергая при этом свою заинтересованность. Предлагаю послушать прямое мнение культуролога. Мнение. Сама логика авторитарного мышления, авторитарного государства, она очень хорошо иллюстрируется на примере психологии внутрисемейных отношений. Когда люди расстаются, допустим, мы наблюдаем такой эффект как бы раздвоения сознания у того, у кого бросили. Когда человек, значит, заявляет, что ему все равно, что он забыл, и в это же время он крайне настойчиво следит за тем, как ведет себя бывшая супруга или подруга. Отношение к Евровидению его можно описать вот в этих же категориях. То есть существует такой стойкий патриотический кейс, нам это Евровидение не нужно, это чуждые ценности, оно нас совершенно не волнует, нам вообще плевать, это развлекательный конкурс или там сплошная политика. И при этом вот это самое двойное сознание, маниакальное внимание к этому конкурсу. То есть это просто-таки вопрос государственной важности. Причем в этом году, как мы понимаем, вопрос государственной важности даже не победа, как это планировалось в прошлом году, а вообще участие. Мнение. Вот так вот о внимании россиян к Евровидению думает господин Архангельский. А я же под конец нашей передачи попытаюсь рассказать вам об еще одном скандале, который оказался связанным с Евровидением. Украинская певица Джамала, выступая фактически три раза уже на нынешнем конкурсе в качестве приглашенной звезды, получила, по мнению многих украинских СМИ, завышенный гонорар. И вот причину этого гонорара, точнее его суммы, объяснил в эфире передачи «Ваша свобода» на радио «Свобода» пиар-директор певицы Денис Козловский. По его словам, на самом деле речь идет не о гонораре певицы, она сама фактически выступает бесплатно. Все эти деньги пойдут на постановку тех трех номеров, которые зрители и увидят во время трансляции Евровидения, потому что большинство работников, которые работают над этими номерами, не являются юридическими лицами, и, соответственно, оркестр, сборная солянка, скажем так, это не юридическое лицо, его формально не существует. Чтобы перечислить всем этим людям деньги, говорит Козловский, необходимо было перечислить их Джамале. Вот такая вот загадка еще одного украинского скандала Евровидения. О том, закончится ли Евровидение без скандалов, мы узнаем уже совсем скоро. Радио Крымреалии будет следить за этим. Напомню, что вы можете слышать нас всегда каждый день в эфире в 8.35 и 18.30 по крымскому времени на частоте 549 АМ и 100.7 ФМ, а также в сети и интернет. С вами был Александр Головов. Услышимся! С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30 с вами Радио Крымреалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крымреалии. Крымчане имеют право знать. Редактор субтитров А.Семкин